Всем привет, ребят! Сегодня, когда вы это видео посмотрите, вы поймете, как я сильно завидую блогерам, которые не являются обзорщиками. То есть, вот просто обычным блогерам, которым для создания контента нужна камера, какой-то источник света. То есть, им не нужно делать обзоры, подключать десятки разных гаджетов, подключать их друг к другу. Поэтому, смотрите, я в одном из своих видео, да может даже не в одном, рассказал, что я распродал 80% своего оборудования. Почему произошло так? Во-первых, мы живем в арендованном доме, и естественно, в какой-то момент с него придется съезжать. И когда у вас 5 штативов, около 4 на камерах мониторов, если не 5, 3 штуки радиосистем, микрофоны, просто не радио, подсчитать просто невозможно. 3 гибких света у меня было, только гибких света. То есть, куча другого света, но только гибкого 3 было. Значит, моноблоков было несколько штук, 3 или 4 камеры, несколько экшн-камер. То, как вы понимаете, все вот это вот погрузить, добро, и куда-то перевезти, достаточно сложно. Так вот, возвращаясь к тому видео, я, значит, рассказал, что я продал 80% своего оборудования. И, общаясь с товарищем, который, кстати, тоже снимает видео, ну, он такой, на любительском уровне, я ему говорю, ну, чувак, ну, вот если там съезжать, переезжать, то, ну, реально, вся машина, это только оборудование занимает. Он говорит, так ты же продал 80%, я говорю, ну, да. Ну, он говорит, так а в чем проблема? Я говорю, ну, вот эти 20%, что у меня остались, занимают всю машину. И я подумал, что, наверное, вам будет интересно посмотреть, сколько всего оборудования нужно, если вы техноблогер, ну, в частности, вот как я, который снимает обзоры на видеооборудование. А для того, чтобы вам было нагляднее, я специально все это разложил по сумкам и загрузил в машину, чтобы вы понимали этот объем. Потому что, когда просто показываешь сумку, говоришь, что она большая, ну, сложно, да, ориентироваться. Вот в машине вы сейчас все увидите. Значит, Катюшу мучить не буду, давайте я вам сам покажу, потому что сейчас я буду вот это все доставать. То есть, смотрите, у нас сложен задний ряд сидений, и вот здесь вот стоят два ящика. И теперь можете представить, если вот это 20%, а я не преувеличиваю, сколько у меня было всего остального. И часть этого, как я уже сказал, я продал, часть этого я выставил на продажу. Ну, в общем, здесь только все самое необходимое. И вот еще что. Ребят, смотрите, если вы не снимаете людей, ну, то есть, вот у вас нет задачи красиво снять человека в интерьере, очень важно, в помещении, то, в принципе, мне достаточно было бы одной вот этой сумочки. Ну, и квадрокоптера. Все остальное нужно для того, чтобы снимать людей, а для этого нужен качественный свет. И, соответственно, для того, чтобы делать обзоры, чтобы все друг к другу подключать. И сейчас я вам все это достану, покажу. Я не буду останавливаться, почему я там выбрал то или другое. На все, о чем я сегодня рассказываю, ну, практически на все есть обзоры. Так, ну, и поскольку Катя мне снимает на камеру, я вам ее показать не смогу, поэтому подсниму на смартфон. Значит, это C70, DATY BP TRX. Это 18-150 RFS. Я поменял свои 18-135. Вот этот вот купил, потому что он компактный. Я также сделал на него обзор. Ну, а все остальное здесь. И еще один нюанс, смотрите. Вот то оборудование, которое я вам сейчас покажу, я его купил именно для того, чтобы оно было максимально компактным. То есть, максимально качественным и при этом компактным. Потому что, например, у меня раньше был другой моноблочный свет. Да, он был металлический, здоровый, надежный. Но при этом он был в три раза больше, чем те светильники, там, Амаран, которые я сейчас использую. То есть, также, если вы стремитесь к минимизации своего оборудования, то вам вот прямо это видео нужно посмотреть. И также у нас на сайте есть список всего оборудования, что я использую. Поэтому, если вы вдруг что-то не поняли, переходите, ссылка будет в описании, переходите на страницу на сайте, там подробно все расписано будет. Вот эта сумка, о которой я вам сказал, здесь, собственно, и находится моя камера. Здесь у меня 24mm F1.4 Canon со спидбустером. Также у меня здесь бюджетник Tashirik 1018. Я его поменяю на RFS, когда выйдет на 1122. Также у меня еще есть Sigma 40mm F1.4. Но мне его, друзья, купили за границей. И еще мне его никто не привез. Потому что 50mm Canon F1.2 я продал. Я наигрался с ним и продал. А вместо него купил 40mm F1.4. Это просто мега качественное и технически идеальное стекло. Просто супер топовое. Но, к сожалению, я его еще не испробовал на своей камере. То есть, короче, моя камера и все мои объективы к ней. Ну, не все, но основные. То есть, 24mm, 40mm, 18-150 и ширик помещается в одной сумке. Здесь у меня, вот сверху, здесь я кладу свои вот эти радиосистемы BP-TRX. То есть, одна сейчас на мне, одна установлена на камере. Потому что они работают и как приемник, и как передатчик. Тоже обзор можете посмотреть. Значит, здесь у меня всякая мелочь. Типа там аккумуляторы дополнительные, средства для чистки камеры. В этой сумочке у меня микрофон пушистик. Так, если что-то на улице там снимаешь, просто интершум записывать. Здесь у меня зарядка для камеры. Ну и блок питания. И тут у меня переходник Canon с EF объективов на Bayonet RF. Ну а в этом кейсе у меня чехольчик для моего вот этого микрофона Rode Lavalier 2. Также на этот микрофон есть обзор. Так что, как вы поняли, вот если мне нужно снять что-то на улице, то в принципе вот того, что в этой сумке есть, мне вполне достаточно. Так, смотрим, что у нас здесь. Здесь у нас чехол от монопода, на который снимает Катя. Вы видите, эта штука достаточно большая. Она очень легкая, потому что здесь модификатор Apoche Lantern. Ну, то есть China Ball, как их еще называют. И просто в силу своей конструкции он вот складывается в такой вот здоровенный чехол. Вы знаете, тут достаточно грязный, я не буду его раскладывать. Ну, в общем, это China Ball. То есть, короче, штука сама по себе не тяжелая, но занимает много места. Но при этом для некоторых сценариев съемок эта штука просто идеальная. Потому что, например, когда у вас стоит софтбокс, просто вы можете отлично снять себя. Но, к примеру, у вас сидит за столом два человека. И вы хотите сделать такое мягкое, естественное освещение. Ну, как будто свет из окна. Вот эта штука его делает. Поэтому я от него, соответственно, отказаться не могу. Поэтому чуть меня закружило. Поэтому я сейчас буду относить это все на диван, чтобы не пачкать. Ищешь крутую музыку для своего YouTube, Instagram или TikTok? Наверное, хочешь монетизировать свои видео и не получать никаких претензий о нарушении авторских прав. А может, ты снимаешь видео для клиентов и тоже не можешь без мощных треков? Так где же их взять? На самом деле все просто. Для этих целей есть два самых популярных сервиса, Epidemic Sound и Artlist. Обе компании предоставят тебе десятки тысяч крутых треков и звуковых эффектов за небольшую месячную плату. И прямо сейчас, если зарегистрируешься по моим ссылкам в описании, получишь один бесплатный месяц на Epidemic Sound и два бесплатных месяца на Artlist. Я думаю, это все, что нужно знать о том, где брать крутую музыку, как у нас принято говорить, без авторских прав. Запомни, музыки без авторских прав не существует. Есть музыка, на которую у тебя есть лицензия и на которую нет. И даже если сегодня ты скачал с каких-то пабликов пару бесплатных треков, то это совершенно не означает, что через несколько месяцев тебе не прилетят страйки за использование этой музыки. Поэтому, чтобы не иметь никаких проблем в будущем, рекомендую сразу тебе выбрать одну из компаний с мировым именем. А какая она будет, Epidemic Sound или Artlist решать тебе. Ссылки на бесплатный доступ в описании. Если оплачиваешь подписку сразу на год, то получишь большую скидку. Подробные обзоры сервисов, инструкции, как правильно зарегистрироваться и как пользоваться, ты также найдешь в описании. Идем дальше. Вот этот вот чехольчик, и он уже потяжелее. По-моему, здесь еще что-то лежит. Это Apoche LightDom 2. Это софтбокс с сотами диаметром примерно 90 см. По-моему, 88 см. Если быть точнее, и сюда я запихнул, ну конечно, думаю, что он такой тяжелый. И сюда я еще запихнул свой штатив, маленький классный штатив Sirui. На него я также делал обзор. Вы знаете, это тот случай, когда я делал на него обзор, мне он не особо понравился. Я его критиковал. Но потом я им пользуюсь, 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 пользуюсь. И понял, что он, в принципе, прикольный. То есть, прикольный он в том плане, если не использовать штатную голову. Ну, точнее, голова тут штатная. Я на нее установил площадку манфротовскую. И, в принципе, могу все свои камеры переставлять со своих штативов, моноподов вот сюда. И вот в таком режиме он отличный. И, как вы видите, я его просто запихнул в чехол от софтбокса. Вот так вот выглядит софтбокс. Вот так вот. Раскладывать тоже не буду. Здесь у меня еще рассеиватель запасной. Здесь соты. Здесь такая вот история. То есть, полный комплект, ребят. Полный комплект для того, чтобы снимать все. А, да, еще вам что хотел сказать. В принципе, вот сейчас всего моего оборудования хватит для того, чтобы снимать не только себя, то есть, свой блогерский контент для своего YouTube-канала. А вот этого оборудования мне хватит для любой коммерческой съемки. Я коммерческими съемками не занимаюсь уже много лет. Но если вдруг понадобится, я готов. То есть, у меня для этого все есть. И также отвечу еще на один вопрос. Например, вы спросите, а зачем тебе монопод, если у тебя есть штативы и есть стабилизатор? Но иногда бывает, вот как сейчас, что монопод это просто идеальная штука. Потому что я бы сейчас не заставил Катю держать C70 с тяжелым стедиком вот так вот на протяжении полутора часов. Да, мой Катюш, будем снимать полтора часа. Поэтому бывает, что какое-то оборудование тебе нужно, чтобы использовать его пару раз в году. Но если у тебя его нет, то ты испытываешь существенные неудобства. Поэтому нужно как бы иметь все. К этому я пришел за многие годы съемок обзоров. Вот эту штуку я купил совсем недавно. Это чехол для стоек. В чем его прелесть? Это чехол Godox. И в него влезают стойки высотой 2,6 метра. И помимо этого я сюда еще засунул держатель для рассеивателя. А также еще вот такую вот стойку. Ну, в чехле. Уже доставать ее не буду. Значит, штука очень удобная. Godox, кстати, вот реально недооцененный бренд. Они делают все удобно, качественно и недорого. Значит, смотрите. Здесь у меня вот три стойки. Видно, Катюш? Да. Вот. Стойки эти здоровые. Ну, остальные доставать не буду. Они точно такие же. Это Arsenal 2600. То есть, это реально здоровые, крепкие, добротные стойки. Вы видите, да? Что это не какая-то хлипкая параша. Это стойки для моего основного света. И вот в этот чехол влазят их три штуки. Еще маленькая стойка. И еще держатель для рассеивателя. Здесь у меня штатив Manfrott. Стативов у меня много было, но в итоге я пришел к тому, с чего начинал. У меня были классные штативы Millebu. Дешевые. Но при этом хорошие. Но они студийный вариант для студии. А этот вариант мне нравится тем, что на любой неровной поверхности. Вы можете его поставить, ножку вытянуть и окей. Это Manfrotto 055 X-Probe, по-моему, называется. Но у него нет шаровой опоры головы. Поэтому я установил сюда вот такую вот 438-ю. Ну, я не знаю, как это шаровая площадка или как она там правильно называется. То есть, я поставил ее. А уже на нее установил голову, 502-ю голову. Штативов у меня всего лишь два осталось. Вот этот и маленький. Вы уже увидели, сколько всего добра. И это мы по факту вот сейчас только начинаем. Итак, сумка. Топовые сумки, кстати. Это сумка для света. У нее пластиковый каркас. Внутри она мягкая. У нее есть колесики. У нее есть специально, видите, направляющие пластиковые для того, чтобы ставить на землю. Очень добротная сумка. И это вообще, мне кажется, самый лучший вариант для транспортировки вещей. Почему? Можно, конечно, использовать кейсы. Типа там пели. Ну, это название пеликана сейчас. Да, конечно, они ударопрочные. Ну, например, я эту сумку самолетом никуда не отправляю, да, там, в аэропорту. Поэтому мне излишние габариты из-за того, что она будет более прочная, не нужна. Ровно как и водозащита. То есть, это случай погрузить машину, перевезти куда-то оборудование на какую-то съемку. И сумка еще и стоит гораздо дешевле. Сейчас вы увидите, на что они способны. И пока не забыл, я их себе купил три штуки, но мне пригодилось только две. В две все влезло. Поэтому у меня есть эта же сумка новая. И я ее, скорее всего, буду продавать. Так что в описании загляните в моей телеграм-группе, в телеграм-барахолке. Если я буду продавать, я выложу объявление, и вы сможете ее купить. Потому что реально эта вещь топовая. И вот если бы у меня было еще больше оборудования, я бы ее не продавал. Смотрите. Вы видите, здесь у нас написано свет. Здесь у меня маленький светильничек RGB. Это Godox M1. Это такой, на всякий случай, на камерный свет. Тут у меня всякие тросики. Значит, здесь пульты управления. Вот это сотбокс от гибкого света F-150S. То есть 60 на 60. Далее. Вот это. Это RGB панель Amaran P60C. Это не P60X бикалорная, а именно P60C. То есть реально мощная панель со всеми своими пирогами. То есть вот эта заводская сумка. Вот. И она сюда полностью, полностью влезла. Вот это от нее крепление. Ну, это крепление для сот и одновременно для рассеивателя. То есть это от вот этой панельки небольшой. Далее. Это чуть позже. Здесь у меня две RGB трубки Godox. И вы видите, по длине они просто вот идеально сюда вошли. Вот просто идеально. Это блок управления от F-150S. От гибкого света Godox. Это блок питания от него. А вот здесь вот расположен, собственно, сам этот гибкий свет. Он находится в тубусе. С другой стороны открывается. Находится в тубусе. Ну, вот здесь вот от него рама и, соответственно, сам коврик. Смотрите, как элегантно я сделал. То есть сумка идет в комплекте с вот этими вот перегородками. И там еще есть такая одна верхняя перегородка. Но это на другой сумке увидите. Так, чего здесь начать? Давайте начнем с модификаторов, наверное. Нет, начнем со света. Итак, видите, здесь у нас блок питания и кабель. От чего? Заглядываем внутрь. А здесь у меня Amaran 100X. То есть, видите, отлично помещается. Мягкой перегородочкой накинули. И, соответственно, его блочок питания с кабелем положили. Что находится здесь? Правильно, ребят. Здесь находится блок питания от Amaran 200X. И наш Amaran 200X. То есть, 200-ваттный свет. Amaran я купил на замену своим моноблокам Godox. Именно потому, что они компактные. То есть, с Godox-овскими стандартными вот этими серии SL. Но они бы сюда просто не поместились. Закрываем это отделение. Идем в следующее. Это у нас софтбокс от панели P60C. От вот этой вот панельки маленькой. Здесь у нас крепеж для трубок RGB. Который я вам показал. Здесь у нас находится светильничек Amaran 60X. То есть, маленький светильничек. То есть, у меня три моноблока получается. С этой стороны у меня блоки питания для трубок. RGB труба Godox. Здесь линза Френеля. Ну, она вот такая. Я думаю, вы знаете, что это такое. А вот тут еще. Я не буду их доставать. Это стандартные рефлекторы. Ставленные один с другой. То есть, комплектные рефлекторы. То есть, весь полный комплект вот этого всего света без компромиссов, что называется, собран в одном месте. Я вам не показал еще вот этот вот чехол. Здесь у меня фильтры цветные на вот эту штуку. Ну, а также шторки для нее и соты. Ну, это не особо интересная штука. Не особо я и часто пользуюсь. Так, есть и пусть будет. При этом, вы видите, что здесь еще остается место. То есть, сюда еще можно что-то запихнуть. В общем, сумочка просто топ. Я ее нахваливаю не потому, что я вам там ее хочу продать, а потому, что реально ничего более удобного я не видел. Так, ее отставляю сюда. Видите, да? Очень удобненько все взял, покатил. Все. Слышите звук, да? То есть, здесь все пластиковое, здесь ножки. Ну, еще есть там через плечо ремень. В общем, это мелочь. Уже начало пятого, свет уходит, поэтому давайте ускоряться. Вторая, точно такая же сумка. Ставим ее сюда. И на ней написано Gear. То есть, оборудование. Это поп-фильтры для микрофона. Здесь у меня светофильтры. Все мои светофильтры. И это за вычетом тех, которые я продал. Дело в том, что у меня то на C70 встроенные НДшники. А у меня то еще и НДшники были дорогущие. Вот это все, что остались. Но они нужны. И это кейсик для карт памяти. Это 27-дюймовый 4К-монитор Dell. Я делал на него обзор. Вы видите, что не нужно его ни во что заворачивать. Здесь все мягкие уплотнители. То есть, просто я его кладу сюда. Здесь у меня причиндалы для Моника и для Ноута. Это клавиатура. Это ножка для этого монитора. Вот здесь я поставил подставку для Моника. И чтобы она никуда не улетела. Если там сумка верх ногами вдруг окажется, то еще здесь прикрепил вот эту штуку. Значит, все понятно. Окей. Сюда закинули. Здесь у меня уже не буду доставать приблуды всякие для электронного стабилизатора. Там всякие площадки быстросъемные. Здесь у меня всякая периферия для ноутбука. Там картридеры, всякие адаптеры, кабели. Здесь у меня телесуфлерчик. Не особо часто им пользуюсь. Ну, точнее, я пользовался всего несколько раз. Но штука интересная. Это как бы история не для меня. А вот если кого-то надо снять, Катю, например, и у нее есть текст, то почему бы и нет. И опять же, здесь вы видите еще куча свободного места. То есть сюда еще можно натолкать много чего. Так. И давайте смотреть, что здесь. Здесь у меня все аккумуляторы. То есть, начиная от NPF, заканчивая LPE6. Не знаю, сколько их всего. Тут штук 8, наверное, 7. Ну, еще зарядочка под LPE6. То есть, все аккумуляторы, которые мне нужны. И нужны они мне, как правило, для подключения периферийного оборудования. Как раз для съемки обзоров. Здесь у меня все петличные микрофоны, которые у меня есть. Не буду доставать, потому что их очень много. Руки уже на холоде. Утратили чувствительность. Можно и рассыпать. В этой коробке даже не помню, что. А, здесь у меня всевозможные переходные кольца. Здесь у меня док-станция для прошивки, перепрошивки объективов Sigma. Всякие переходники с M42. Микрофон петличный, 6-метровый на двух человек. На всякий случай оставил. Если с Катей совместные какие-то стримы проводить, то проще. Так, чтобы не заморачиваться с радиосистемами. Здесь у меня оставил один себе монитор. Всего один оставил. Это порткейст BM5 3WR. Это самый топовый монитор из всех, которые я когда-либо видел. И которыми когда-либо пользовался. Он очень яркий. Сделан из металла. Ну, в общем, штука топовая. Может управлять камерами RED, Blackmagic. Без проводов. То есть, реально очень добротная, классная вещь. Тут еще у нас что? Здесь, как вы видите, написано. Zoom H4n на рекордер с кабелем подключения мини-USB. Еще один точно такой же кофр. Это, кстати, кофры от пульта для Mavic. Они были. В свое время на AliExpress, я думаю, их достаточно много. Это здесь у меня, видите, радиосистема. То есть, да, у меня две радиосистемы. Это Godox MoveLink. Очень топовая и дешевая при этом радиосистема. Там дополнительные кабели, адаптеры. То есть, радиосистемы у меня две. Вы видите, как оно у меня тут топово складывается один к одному. То есть, все супер. Здесь у меня мой стабилизатор Zoom Crane 2S. И мой дрон DJI Mini 2. Мой маленький дрон. У меня еще один есть. Так. И вот эту штуку я себе недавно купил. Это для того, чтобы снимать Wild Life. Это Sigma 60 на 600 телевичок. Вот такой вот добротный. И к нему я еще, кстати, хочу эксцентр прикупить. На 1,4 нашел. На 2 нету. Ну, короче, вот такая вот штука. Топовая линза. Надеюсь, удастся на нее поснимать какую-то живность. Ну, и здесь у меня еще, как видите, много свободного места. То есть, сюда можно закинуть. Сюда, естественно, это не все, что мне нужно. Потому что там еще есть зарядные станции и все остальное. То есть, вот как раз оно сюда влезет. Но, в целом, объем оборудования, я думаю, вам понятен. Ну, а теперь переходим непосредственно к железу, которое мне нужно для того, чтобы снимать именно обзоры. Оно у меня вот в таких вот ударопрочных ящиках Strata. Я брала их в эпицентре. Штука не дешевая, но она очень прочная. 130 килограммов сидят на ящике. Это просто неубиваемые штуки, Strata. У меня был один здоровый ящик на 145 литров. Но, когда я его набивал оборудованием, он весил столько, что его вдвоем невозможно было перенести. Поэтому я взял вот это вот 60-литровые ящики. Так, я начал с ящика под номером 2. Это у меня уже тут остатки. Значит, здесь у меня что? Всякие роутеры. Ну, это уже, грубо говоря, когда переезжаешь там с квартиры на квартиру. Здесь там роутеры, всякие сигнализации. Они вот у меня здесь. То есть, это сеть. Оно все разложено по уму. То есть, я не просто так все накидал в коробке. И у меня просто сейчас нет времени. И вам, наверное, это будет не особо интересно. То есть, по-другому вы обзоры снимать не сможете, если у вас не будет порядка в голове и в вещах. Комплект это значит, что это часть от какого-то оборудования. Например, у вас есть камера с ручкой, но ручку вы не используете. И ручка эта вот лежит здесь. Вот это то же самое. Тут всякие дополнительные аксессуары к радиосистемам. Значит, здесь, смотрите, два вот таких вот кабеля 5-метровых HDMI. Для чего они нужны? Ну, потому что иногда приходится снимать обзоры на всякие там пульты для прямых трансляций. И вот эти вот кабели нужны. Значит, сетевые кабели там для... Sandback у меня с гантелями. Это здесь у меня коптерочек. Коптерочек это мой такой дрон для тяжелых съемок во всяких разных условиях, назовем это так. Обо всей этой истории я расскажу вам через несколько лет. У меня к нему здесь один аккумулятор стоит. И здесь еще у меня три аккумулятора. Здесь еще набор пропеллеров, пульт, хаб для зарядки четырех аккумуляторов одновременно, хаб для зарядки в автомобиле. Ну, в общем, все, что нужно для этого дрона. Для того, чтобы он летал где угодно, когда угодно и делал свою работу. И до этого тут еще был дрон с тепловизором. Этот же Outello Evo 2, но с тепликом. Так, с ящиком номер 2 закончили. Забыл вам показать годоксовский отражатель. Это 6 в 1 или 8 в 1, я уже не помню. 7 в 1. Для чего он нужен? Ну, например, если вы снимаете на балконе у себя, там на веранде, на лоджии, в яркий солнечный день. Свет может быть очень жестким. Этой штукой можете его затенить. Я вам показывал свои стойки, показывал держатель для отражателя. Вот для этого он и нужен. Также, если у вас основной свет с этой стороны, чтобы не ставить здесь какой-то другой источник освещения, можете поставить здесь на отражение или просто белый рефлектор. И, соответственно, сделать объемный свет. Но обо всем этом я рассказывал в обзорах света. Я там рассказывал про разные схемы освещения. Короче, это очень простая штука, если у вас нет дополнительных источников света. То есть, поигравшись с отраженным светом, вы можете делать реально очень мягкий, хороший и, главное, естественный свет. Так, ну и последний ящик. На самом деле, на улице уже очень темно. Вы видите картинку, она выглядит светлее, чем в жизни. У нас сейчас ISO уже 8000. Значит, последний ящичек точно такой же, 60-ти литровик. У меня этих ящиков больше. В них удобно вообще, в принципе, там перевозить вещи. Значит, смотрите, ребята. Вот этот вот ящик, который гордо называется крепеж. И в этом ящике есть еще ящички. Здесь вот у меня быстросъемные площадочки. Здесь у меня всякие мэджик армы. Крепеж для машин. Здесь у меня маленький мэджик армы, крепеж для телефонов. Здесь у меня всякие болты, гайки и всякие винты. То есть, все то, без чего невозможно снять обзор. Потому что постоянно нужно что-то куда-то прикрутить. Вот такой вот ящик с крепежом. Аудио. Здесь аудиокабели. Все возможные переходники для тайм-кода. В общем, все, что только можно себе представить. Здесь, видите, батарейки-аккумуляторы. Это стандартные батарейки. Ну, типа пальчиковых. Также вот такого вот плана. То есть, аккумуляторы, которые используются в стабилизаторах разных. Там для некоторых камер других. Видео. Здесь разные видеокабели. HDMI, SDI, DisplayPort. USB кабели. Вы видите, огромная пачка. Причем они все практически разные. То есть, разной длины. Разного типа питания. Питание. Здесь у меня всевозможные блоки питания. Еще зарядные устройства. Всякие адаптеры питания. Даже не буду сюда лезть. Здесь у меня, ну, GoPro. Понятно, здесь все, что касается GoPro. И два кабеля 7,62 метра. Высококачественные аудиокабели. Это решил оставить. Честно говоря, они мне сейчас не особо нужны. Но когда делаешь тест микрофонов пушек, могут пригодиться. В обратном порядке все это добро складываю. Так, ребят. Ну, вот это, в принципе, более-менее все, что я сейчас собрал. Вытащил сюда, чтобы вам показать. Понятно, что есть еще много удлинителей всякие. Это еще отдельным прицепом идет. Это к чему я вам говорю. Если вы думаете, что снимать всякие обзорчики можно вот так легко и просто, можно. Но если вы хотите делать именно качественно, по уму. И при этом не тратить время на поиск какого-то решения. То есть, например, вам нужен какой-то крепеж. Вы достаете этот крепеж и используете этот крепеж. То есть, вы не изобретаете что-то, как бы вам скомбинировать. Вот это вот мой минимум. Это минимум реально. То есть, я еще раз говорю, вот это примерно 20% от того, что у меня было. Надеюсь, это видео было вам полезным. И я сам люблю очень такие видео, где вот разные люди разных съемочных профессий рассказывают, вот как организовано у них житье, бытие. Подписывайтесь на канал, если попали на это видео случайно. Всем пока. До новых встреч. И спасибо Катюшке, которая очень мерзла, но справилась и доснимала это видео до конца. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok